всем привет дорогие друзьями зовут дмитрий их мы сейчас мы продолжим играть в алан бейк жесткий диск алан вейк третий эпизод у нас с тобой вот чем-то помочь я рендель менеджер мы ищем роуз работает официанткой в закусочной роуз знаю милая девчушка а вы кто и алан бейк писатель да слышал по радио что вы приехали я покажу ее трейлер да у хорошая девчонка всегда вовремя платит за жилье как я и говорил ал я нашел всевозможные странные вещи в архивах местной газеты это место просто чокнутое исчезновение мистические смерти городские легенды ставшие правдой и зацени множество вещей берут начало у озера колдон вы мистер правы индейцы верили будто это озеро ворота на тот свет вы не подумайте чего я-то сам всякие суеверия не одобряю да хорошо в любом случае здесь был остров которым владел человек по имени томас зэй и некоторые статьи что я нашел о нем представляет его как известного писателя насколько бы я не искал я не нашел ни одной книге что он написал за им был заядлым нырять нормально что я что остров стали называть островом ныряльщик но произошло извержение вулкана под озером в 1970 и заин ушел на дно вместе с островом на уж сумасшествие она тот самого утра вот и с неба свалилась на поднять такую тяжесть под силу только торнадо хорошо на какой-нибудь трейлер не свалилась да так нам куда ну ждем пока сейчас доковыляет есть кое-что интересное местная девушка барбара джаггер утонула в озере колдорн недели ранее точно про джаггер теперь страшные сказки рассказывают озерная ведьма настигает в темноте такие вот сказочки они были любовниками как бы то ни было а я только подхожу к лучшей части все статьи по этой теме написаны синтии уивер я поспрашивал это та чокнутая бродяжка которую ты встречал вы про фонарную леди она чудачка спору нет но вовсе не бездомная ты куда короче она знала джаггер и сына до поля смерти а после у нее что-то внутри перемкнула сам по помойкам горит я вас провожу говорит на сам по помойкам лазит а может я сам вот просто все а может было не ждать добро пожаловать в боже мой мистер уэйк я я рада что вы здесь роуз у тебя моя рукопись о о да да пожалуйста входите эй а это и правда здорово роуз да моя рукопись она мне очень нужно я понимаю я знаю что вам нужно муза-вдохновительница да ради барри у нее ничего нет да и я ал ал что-то ооооооо бари что Она идёт за тобой, в обличии моей Барбары. У меня нет сил остановить её. Ты должен зажечь огни. Я же обещала навестить вас и вашу милую жену. Вы должны завершить начатое. Я настаиваю. Ты должен зажечь огни. Зажечь их. За работу, дружок. Меня тошнило, будто с похмелья. Только ярость заставляла меня идти. Ух ты. Я больше не могу отличить реальность от сна. Но, похоже, у меня появился воображаемый редактор мне в помощь. Она старая женщина в траурной одежде. Я зову её Барбара Джаггер. Она очень строгая. Роуз отняла у меня целый день. Мне оставалось меньше 20 часов до встречи с похитителем. Всё, что я мог, это затолкать Барри в машину, да придумать что-нибудь по дороге. Добро пожаловать в закусочную, дорогой Эль. Барри, поехали. Что вам сегодня? Барри. Кофе? Я не мог держать наружу зла. Нечто использовала девушка, чтобы выйти на меня. Она оставила на ней свой след. Ярвая добавочка на двух сна. А что там? Вот здесь вот был за стеной, и что? Он превратился на манужу. Я близок. Спасибо. Удачного дня. Приходите к нам. Тут интересно, да, трейлер? Барри был в отключке. Слишком тяжелый для переноски. Барри. Барри. Ты прав. Я заслуживаю больше денег. Я такой красавчик. Нажрался. Нажрался, спит, Барри. А что там, интересно, такого? Подожди. Моя пушка и фонарик пропали. Мне нужно было найти способ довести Барри так быстро, насколько возможно. Нельзя было терять время. А там входа нет, кстати. Вот здесь вот стена. Есть только вот здесь вход, а там со стороны того этого нет. Что-то типа непонятно что. Так, добраться до машин. Ладно. Добираться до машин, видим, будем тем же способом, которым мы добирались. Ты че? Хотел включить, послушать. Я как раз выглянул наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. И вот что я вам скажу. Погода становится все хуже. В такие ночи мне особенно приятно беседовать с вами, а не лежать дома позднее. Это кто? А, ну это этот мужик. Он нормальный, да? Ну, сейчас ты получишь. За что, в смысле чего? За что человеку? Известно, что ты сделал с бедняжкой. Это агент Найтингелл, ФБР. Поддерей-ка, Хемингуэй, ты арестован. Только шевельнись, и я разрежу пушку прямо в твою чертову физиономию. Стой, держи, спилы. Охренеть, Бервиц. Я стою прямо перед тобой, чертов маньяк. Охренеть, да? Ну, это типичный американский куб. Меня злило, что я оставил Барри позади. Но я не хотел упустить встречу с похитителем. Прости, мистер Вейк, давайте. Упростите всем жизнь. Живо, живо, живо. Упустите его и останетесь без работы. Так, давай, давай, отдыхай, Духай, Вейк. У тебя был, блин, тебе бегом хотя бы заняться, ебаный брод, Вейк. Жопу только в лицо, и что? да что туда стоять валить ах блять ах блять вы их давай давай у тебя должен адреналин то выделяться от страху то это обсираешься только строк давай 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 он ушел давайте парни мы должны перекрыть ему дорогу он и получит вертушку слышу может мне даже кажется это жопа а у метов там должно быть оружие сзади понятно у них обычном сзади там в этом багажнике оружие лежит у американских копов так всегда они же крутые а то он снизу он снизу ходит внимательно на внимательно мушки сюда так мужиков закрутила чему сказать мужкам не повезло а мы с тобой по топкам это тоже не пускай этот ужас был повсюду куда бы я не пошел окружал меня у копов не было шанса они преследовали писателя а не монстра но вертушка перри точно я слышу вам я тоже изначально слышу но пошел а как нам здесь и откажет а все минус вертушка ох я мая все долетались как прям гагарина так хочу где нам чуть взять то поем наверх ну-ка ну-ка давай посмотрим все понятно а это джейнс малиган торнтон отзовитесь прием кстати говоря от этого федерала явно попахивал так понятно что то радиовышка вдалеке была частью местной радиостанции мэйн казался порядочным человеком он мог бы подсказать путь к угольной шахте неестественные тени удерживали ворота тьма что гналась за мной возводила препятствие пройти дальше без света я не мог понятно сейчас разберемся с тенями сейчас совсем разберемся так нам бы на самом деле до фонарик бы надо ой сломали прожектор еще скажем что это тени но им же свет не нравится в принципе значит это они свалим все на них был как некомфортно без фонарика без пистолет хотя это говорит о том что по крайней мере за нами никто не будет гоняться я надеюсь так фонарик есть женщине будем просто так спокойненько сейчас про это батарейка чтобы не тратить еще вторую давайте я думаю не единое целое они не через мгновение я понял что это светом они были идеальным оружием в моей ситуации начать делают подожди светошумовые они чё как помогать у вас есть право хранить молчание а я полно отбежать алан беги пожалуйста отбежать а послушаем радио а вот и очередной звонок вы на волне и киби ф ф м и в студии под мы это мил пипоти под что нового мил ну я живу возле трейлерной стоянки под там сейчас какая-то суматоха ну это по дороге ко мне не знаю что происходит я не знаю но там куча полицейских машин будет а пол арестованы хорош я не арестован пока подожди я светошумовый конечно хорош штука тык печь остался алан отдохни пожалуйста нам бы надо рывок сделать блять кидай алан я же кинул падла он не сразу кинул я нажал кинуть он почему-то не захотел он чуть не захотел кидать собака лишний хп только трачу надо их кучка 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 собирать пошли уже да блять пошел нах чуть не сдох стоять вот он блять и стоять так я надеялся что мэйн сможет одолжить свою машину до шахты это Лорна Майлз да да привет Лорна о этот что-то я не понимаю почему копы возятся с трейлерной стоянкой что не так это трейлерная стоянка в таких местах непременно вляпаешься в историю в смысле чего ты ждал-то шериф должна помогать нам нормальным гражданам а не на этих людей время тратить ничем пусто ну что же большое спасибо вам за ваше сострадание Лорна алё привет к нам только что присоединился знаменитый писатель Алан Вейк друзья я попробую уговорить его дать интервью заходите мистер Вейк а я так рад что вы нашли время мистер Вейк бежать некуда Дэн Раун отоведи от Мэйна не трогай его во 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 всем успокойся положите оружие всем и тут друзья Психопат реальный психопат просто кстати говоря надо бежать а то он на нас все повесит скажет что вертолет сбили палкой и я доберусь до тебя сдохну но доберусь слышишь меня слышишь ГФ Лавкрафт я столько раз падал с обрыва что это было уже смешно вот что ты получаешь называя книгу внезапная остановка хорошо наверное что мне не представился шанс рассказать Мэйну куда я направляюсь мне нужно было оторваться от копов и найти собственный путь к шахте так фальшфера это хорошо это что фальшфера фальшфера я не знаю нам нужен ствол нам нужен ствол вот вот он нам и нужен тогда уже можно по этим работать вспышки можно оставить можно в принципе убежать не было никакой разумной причины электрокомпании оставлять здесь фонарь было ощущение что это все оставлено в пользование таким людям как я ты хорош а давай иди сюда хорошо перезарядка а иди сюда лейда что такое блять блять да что ты он такой этот алан вейк блять такой неповоротливый такой блять пиздец такой нерасторопный какой-то неполноценный неполноценный лунвейк да 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 все надо бежать держите руки на виду обязательно ты куда набежать рож когда бежали так здесь поезд а да алло в жизни не встречала такого упрямца элис элис алан алан я так боюсь держит меня в неведении помоги я смотрю на тебя а это будто и не ты а какой-то незнакомец похожий на тебя и даже с твоими глазами элис я здесь я так одиноко здесь да я схожу с ума он не захочет слушать и сотрудничать связь была ужасной но это было не единственное что казалось неправильным в этом звонке ее голос звучал как-то неправильно но она мне позвонила я мог видеть железнодорожный мост впереди и какой-то склад на противоположном берегу я надеялся что найду машину там угу обязательно да здесь нычка о мужики понял что спрятался падла ну в принципе нормально так нам надо как-то на противоположную сторону залезть тут есть лестница но это хорошо мне кажется что здесь какая-то жопа будет да а хрен а вот как трясется зашибись так понятно что преследовала меня становилась сильнее и она подчиняла абсолютно все на своем и пать бешеная труба охуеть сатанинский трубы любят меня убил трубой вот откуда мне ну конечно откуда еще станинский трубы ребят трубы самого сатаны убегаем нахер нет 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 бочки 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 отойдите чё блять охуели что бывает с бочками конечно такое себе удовольствие честно тебе скажу когда я был еще юн только начинал интересоваться литераторством стивен кинг был источником вдохновения для меня я думал обо всех тех выдуманных вещах что обретали жизнь в его книгах в хороших книгах ужасов никто не в безопасности особенно протагонист вот что делает их занятными здесь было также и тьма окутывала абсолютно все подбираясь ближе так я нашел более хороший фонарик ребят это прям это это прямо замечательно нет кто на это мушки но мужики от нормально да 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 добром оу тихо тихо общего кстати говоря не это не долбанул это по сути как вспышка же была мощная почему-то его не долбанула но и все так как в общем бочка когда взрывается она все таки это я уклоняюсь блять я нажимал уклонение я нажимал уклонение ребята пиздюк жирный так так небо фаеров немножко они боятся свет но спасибо спасибо за подсказку а то я не знал так литиевые батарейки батарейки какие-то херовцы дни не энерджайзер мы принимаем факты нашей жизни как должное не отдавая отчета в том что они лишь тонкая вуаль отчаянно покрывающий так так тут о ебать с трактором воевать дожили не знаете у аллен вейк все таки херовые на рассказы тут скажет почему ну потому что блять он пишет про трактора трактора которые тэп 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 нэн нэн ван ван дэх блять да что у меня там батарейки у меня батарейки диквейт охренеть охреново у нее детективы я говорил да уже то что но с тракторами бороться как-то этом но не знаем одержимые трактора как-то так себе я бы не купил такой детектив такой рассказ страшно знаете страшно это как у лукашенко трактора жили ты максимум предметов все нормально так это мы взяли это мы взяли ну я ж нажал мы сейчас на машине что-ли куда-то поедем видимо да она шахту же точно так а мы же рассказ не дописали или дописали никогда я так не радовался рассвету у меня была пара часов чтобы добраться до угольной шахты до угольной шахты было недалеко не ну например да недалеко вот она типа справа напрямик недалеко но судя по тому какие здесь дороги контрольный точку сегодня я должен был встретиться с похитителем и он бы отдал мне лис я не оставил бы ему выбора ведь утопающий хватается за соломинку мало-помалу даже не осознавая я убеждался в том что история из рукописи становится правдой течение повествования погружало меня все глубже и глубже в темные воды элис забрали у меня баре должно быть в тюрьме я бежал от фбр целый мир под властью темной сущности пытался меня уничтожить это было реально но это был образцовый пример безумия образцовый пример безумия что такое безумие как в этом фар край 3 когда повторяется одно и то же день за днем надежды на изменение это есть безумие суть ему все безумно большинство жизнь зациклены они живут одну и ту жизнь одно и то же делают с утра с утра встали там умылись поели пошли куда-то сделали пришли легли спать и так каждый день это безумие то что за тачка говняная какая-то уже дымится кстати колес не как-то это плохо едут еще то есть вот там шахты я вижу давайте зайдем глянем может что-то есть интересное другого я здесь не ожидал это под мэйн выслушайте киби афм друзья мои я хочу извиниться за то что прошлой ночью бро нам вот сюда произвол нескончаемых музыкальных записей но меня задержали видите ли я тут столкнулся с одним крутым фбр овцам у которого руки так и чешутся пострелять это да берем другую тачку потому что это сломалось так нам сюда да или куда или или нет или надо объехать я там надо объехать еще тогда здесь здесь наверно записки должны быть да и всякие эти да действительно так понаблюдав за писателем на пароме мод ощутил разочарование из разговора с боссом он сделал вывод что вы их что-то из себя представляет но нет ничего особенного зато мод вдоволь налюбовался его женой он мечтал спровоцировать вейка на драку но случая не представилось ничего он еще проверит чего этот писатель стоит уж это ему обещали вейку набьют рожу не удивлен пойдем сюда ох ё-моё дрифтуем я прибыл раньше ой я должен был встретиться с похитителем в главном здании в шахте было тихо теперь здесь располагался музей опа термос а здесь нет фонарика еще получше а он почему тебе не взять ахтед да хотел сказать почему тебе не взять топор у нас же есть получше это угольная шахта даже есть топор да я чувствую сейчас оживут в гонетке да и нам рожат набьют вероятнее всего так это уже будет следующая серия закончим я не хотел выходить наружу полиция наверняка меня искала под полуденным солнцем было как в бане день тянулся бесконечно в мыслях крутились сценарии пытки которым я мог бы подвергнуть похитителя чтобы вернуть ялес и все эти немыслимые ужасы которые он мог сотворить с ней я сочинял что элис мертва я не мог убедиться что она жива неизвестно ступил я держался на слепой надежде все это была пустая трата времени ублюдок не придет вейк и где ты черт возьми планы меняются знаешь где мир пик это большая гора к северу от тебя пойдешь туда по тропе от шахты не заблудишься там есть смотровая площадка я буду ждать мне надоело что ты меня динамишь увидеть свою жену живой если да то думаешь что мне говоришь ну как мы друг друга поняли я хочу поговорить с элис а я хочу рукопись не заставляй меня ждать вейк алло алло я убью его мне нужно было добраться до мир пик на мир пик да а выйти как мир пик что это херня тьма была близко может даже ближе чем когда-либо прежде так надо бы сохраниться и закончить сыр яичку контрольная точка все контрольная точка у нас ребят прошла в следующей серии пойдем на шахту ну какой то чертовщина будет проходить я даже боюсь представить что здесь будет летающие вагонетки летающие вагонетки и прочее говно ладно увидимся с тобой уже в следующей серии всем до встречи всем пока а 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